Всем привет, друзья, у меня на канале Катерна, с вами Катя, и сегодня у нас четвертая серия по игре My Diamond Portia. Что ж, она уже созрела, поэтому давайте-ка соберем урожай. Мы получили 22 пшеницы, неплохо для первого урожая, а хлопок еще растет, ну ладно, потерпим, я думаю. Ну и теперь мы должны показать пшеницу, которой мы выросли, Эмили. Хлопок вырастим чуть попозже, давайте теперь посмотрим, что нам скажет Эмили. Итак, вот таких вот три штуки нужно сделать для Эмили, ну давайте этим и займемся. И также параллельно с этим будем заниматься производством моста, так как с мостом у нас там проблемы, но мы его сделаем и обязательно дадим задание, значит печь. Печь тоже очень интересная, но, понятное дело, давайте, наверное, начнем с подъема моста. Итак, что нужно для подъема моста? Три медных трубы, пять деревянных крепких досок, значит три медные трубы. Делается тут, можем ли мы сделать, а нет, медные трубы делаются тут. Получается нужно шесть медных труб на две вот такие вот штуковины и пять крепких досок, это равно десять крепких досок. Мы не можем делать ни одной, потому что у нас нет крепкого дерева. Крепкое дерево делается, его можно рубать хорошим, лучше нам топором, вот таким вот. Для него нам нужен еще один бронзовый слиток и комплект модернизации. А на бронзовый слиток ресурсов нет, так что идем в руины. Ребят, я в руинах и сейчас мы будем максимально охотиться как раз таки на вот такие вот коричневые, рыжие такие породы, чтобы добыть как можно больше медной руды и также оловянной. Ребят, опять же, я еще раз говорю, что сосредоточимся именно на этой руде. Конечно, если будут какие-то религии, мы обязательно их соберем, но мне вот сейчас интересует именно медная руда, так как мне нужны слитки. А медной руды у меня нет, значит попробуем хотя бы наши вот эти вот 75 энергии потратить все-таки хотя бы на медную руду, а то и больше. Ребят, у меня руины телепортировали в какую-то заброшенную крепость, комнату, то есть, ну, я решила немножечко постражаться, потому что я увидела тут сундуки, ну, давайте посмотрим, что тут я получила. Золотая жаба, хорошо, тут еще отами какой-то слезнячок, давайте с ним постражаемся, что в этом сундуке. В этом все-таки старая чаша, хорошо, и последний сундук, он, похоже, самый большой по размеру, что тут. Аж интересно, ребят, что тут плюшевый заяц, классно, смотрите, какая интересная комнатка нам подходит. Попалась. Ребят, у меня осталось 35 энергии, я ее оставлю, чтобы мы сегодня еще поработали. Что это было? Немного почты, странный стеклянный сосуд, два силовых камня, четыре запчасти, четыре диска данных, один вентилятор, старый говоритель, это опять-таки штуковый, на это мы решили продать, одну линзу, один старый термос, кожаный диванчик, четыре слизи, золотую жабку, кстати, это как амулетик, круто. Старая чаша, это в домик можно поставить, зайчика добыли, тоже очень круто, и добыли еще банкоголовые мыслители. Ну, пока у нас есть еще одна чейка места, давайте еще покопаем. Нет, ребят, возвращаемся в начало, потому что копать уже энергии нет. Ребят, мне кажется, мы отходили с вами в руины просто офигенно. О, кстати говоря, хлопок созрел, 14 хлопка, неплохо, складываю его в семена, 14 хлопка, это даже очень неплохо. Ну, и предлагаю теперь вам вместе со мной установить веси, которые у нас есть. Итак, диван мы поставим вот сюда, вот, наверное, и часы, которые мы в прошлой серии, по-моему, в руинах добыли, одни поставим тут, другие пусть тут и стоят. Вентилятор, ого, какой он огромный, ну, давайте вот сюда вот его поставим к стеночке. Чаша. Чаша тоже немаленькая, давайте куда-нибудь вот сюда вот, я думаю, было бы неплохо ее поставить. Оп, она, куда она спряталась? А, в инвентарь. Так вот, чашеньку, чашеньку было бы неплохо поставить куда-нибудь вот сюда, вот, да? Умывальник. И плюшевого зайчика нашего, давайте его поставим куда-нибудь вот сюда вот, вот. Как неплохо все получилось. Ребят, я нашла комплект модернизации, я его покупаю, конечно же, потому что сделаем себе улучшенную кирочку и топорчик в скором времени. Ребят, улучшила я себе бронзовый топор наконец-то, и что это нам дает, вы спросите. Нам нужны крепкое дерево. Теперь, когда мы рубаем вот такое вот, достаточно массивное такое дерево, нам будет выпадать хардвуд, что и называется крепкое дерево. Сейчас, смотрите-ка, я срублю его, и много дерева выпало, в том числе и хардвуд, это крепкое дерево. И теперь мы можем делать крепкие доски, чтобы сделать мост. Соответственно, нужно немножечко их подобывать, тогда у нас будет готов мост. Ребят, доски я установила, так что теперь осталось только, чтобы доски доделались, и у нас будут уже готовы две части для моста, когда делаются доски. И теперь я бы хотела сделать меч, потому что меча у меня нет, а все-таки скоро мы пойдем с вами в руины, в которых, я уверена, можно сражаться. И чем, вы спросите, у меня мы будем сражаться, если у нас нет меча. Так что сейчас быстренько попытаемся сделать мечик. Я уже сделала меч, у него 18 к урону, лучше, чем моя ракеточка. А теперь для следующего улучшения меча нам нужны кости животных. Кости животных добываются с лам. Оно понятно, нам нужны ламы, с которых мы повыбиваем, соответственно. Вот ламы, мы с них повыбиваем еще, нужно нам три кости, и я от них отстану. Ребят, гляньте, какую ламу я нашла. Я подкрепила синергия, потому что я боюсь, что когда я лягу спать, она у меня пропадет. И теперь попытаюсь ее убить, и покажу вам ресурсы, которые с ней выпадут. Она сильная, конечно, но мне кажется, ресурсы с ней выпадают хорошие. Ребят, убила три гибких ткани, пять мягких... Ну вот гибкая ткань, это что-то новое, а старое, в принципе, все не сильно меня интересовало. Что это? Редкая волоконная ткань, которую можно найти у особенных монстров вдали от цивилизации. То есть я поняла, что такое себе нам дали, но тканей прям я удивилась. Но зато мы убили такую чудовочку. И меч я могу создать уже более крутой, и меч с шипами уже тоже могу создать. Все, ребят, круто. У нас теперь есть вот такой вот меч с шипами. Урон у него, какой у него урон? Урон у него 30 к атаке, между прочим. Неплохой меч, что 8 голды стоит. Вот такой вот у нас, ребят, сегодня меч. Ребята, очень долго отличился от этого видеоролика. Сейчас вы на экране видите всех, кто подписался и лайкнул меня в инстаграме. Вот мой ник, Катрин Ост, в инстаграме. Все, с маленькой буквы, подписывайтесь и тоже будете на экране. Ну, на этом мы закончим с вами нашу четвертую серию по игре в моем этом отпорте. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, ребят.